Прошлой зимой российская армия наносила удары по энергосистеме Украины, используя беспилотники и ракеты дальнего действия. Это часто приводило к отключениям электричества по всей стране. В этом году в Украине ожидают, что Россия будет действовать по тому же сценарию. Но есть одно изменение. Прошлая зима многому научила Украину, и к холодному периоду с атаками России здесь готовились весь год. Например, средства противовоздушной обороны теперь будут усиленно защищать крупные электростанции. Они обеспечивают электроэнергией порой до полумиллиона домохозяйств в таких крупных городах, как Киев. И прошлой зимой оказались уязвимыми для российских ударов. Инженеры также восстанавливают небольшие подстанции, поврежденные в результате атак армии России, покрывая их специальным бетонным покрытием. В прошлом году только в Киевской области в результате обстрелов было разрушено около 3000 местных подстанций. Может, какие-то повреждения будут, но они не будут существенными. Мы сможем быстро среагировать, отремонтировать поврежденный объект и ввести его снова в эксплуатацию. Несмотря на полученный прошлой зимой опыт, энергетическая инфраструктура Украины входит в новый сезон с невыгодной позицией. Россия уничтожила огромное количество дорогостоящего оборудования. Того, что было поставлено в Украину на замену, недостаточно. И это означает, что устойчивость системы в целом, конечно, ниже, чем до начала войны. Мы находимся между двумя точками. С одной стороны, мы хорошо подготовлены, у нас есть понимание того, что произошло, у нас было много тренировок. С другой стороны, с точки зрения оборудования, мы находимся в более слабом положении. Но Харченко считает, что Россия больше не питает иллюзии по поводу того, что она может поставить города Украины на колени с помощью атак на объекты инфраструктуры. Я считаю, что будет тяжело, но мы выживем. Сирены воздушной тревоги в столице Украины в последние недели звучат не так часто. Но мало кто ожидает, что так будет всю зиму. Сирены воздушные Viel kiens. Спасибо.